В Лангипасе с рабочим визитом побывала депутат Тюменской областной думы Инна Лосева. Совместно с окружным парламентарием Александром Нохриным и главой города Сергеем Горобченко они посетили ряд социально значимых учреждений, в их числе первый детский сад Росинка, вторая школа Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи. Педагоги рассказали гостям о реализуемых в их заведениях образовательных проектах и поделились планами. Так в Росинке организовали экскурсию по собственным центрам развития детей. Сегодня их в этом дошкольном учреждении 9. Профили самые разные. Изучение правил дорожного движения, обучение игре в шахматы, физическое, познавательное и творческое развитие. Многие успехи достигнуты благодаря участию педагогического коллектива в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукою». Еще вот интересная игра нами разработана, была представлена на городском конкурсе. Сейчас покажу, где живут шахматы. Это уже на выпуске, ребята должны знать адрес каждой фигуры. Это уже английский язык. Уженые идеи, новые сотеи, Твоя полезней найти. Ты узнаешь много о своей дороге, Живу счастливого пути. В ближайших планах в первом детском саду модернизировать центр финансовой грамотности. Сегодня он представлен лишь классическими дидактическими материалами. По задумке преподавателей, он должен быть современным, с импровизированными банкоматами, терминалами для оплаты и другими атрибутами взрослой экономики. Вторая школа представила промежуточные итоги работы по созданию мест дополнительного образования и реализации проекта «Точка роста». К примеру, при изучении программы лаборатория «Науража» у нас ребята осваивают естественные научные дисциплины, программа реализуется по модулям, ребята выступают в роли юных Эйнштейнов. В Центре по спортивной и военно-патриотической подготовке рассказали о достижениях своих воспитанников, показали тренировочную базу по рукопашному бою, скалолазанию и стрельбе. Это зал рукопашного боя. Здесь занимается 48 мальчишек. Среди них разрядники есть, конечно, и те, кто имеет звание кандидатов в мастера спорта. Они победители различных чемпионатов, в том числе и всезоюзного уровня. У них все есть. Не хватает лишь манекенов и некоторых защитных средств. Но не зря здесь побывала депутат Тюменской областной думы. Наверняка она примет какое-то решение и поможет ребятам. Впрочем, и Александр Нохрин окружной парламентарий не останется в стороне. Депутаты пообещали оказать всяческую поддержку в реализации ряда озвученных в этот день идей в образовательных учреждениях. Я реализовала вместе с ними несколько проектов. И все проекты дали результат. И самое интересное, что сколько бы лет назад они не были реализованы и приобретено оборудование, оно работает и работает на следующее поколение. Сегодня патриот опять-таки развивается. И я думаю, что тот проект, который они мне предложили, мы обязательно реализуем. И образовательные учреждения города, и спортивные, и военно-патриотические учреждения города, они, конечно, закладывают основу государственности. Поэтому общими усилиями мы, конечно, оставим эти вопросы в приоритет. И дети всегда будут являться приоритетом. И в первую очередь наше внимание будет нацелено на них. Алина Нощенко, Олег Басарыгин. Наши города.